всем привет вы на канале сам пролап и с вами я александр и сегодня у меня на обзоре наушники от немецкой компании schenheiser momentum true wireless второго поколения на нашем канале есть видео со спаковкой данных наушников ссылка будет в описании переходите смотрите но я пройдусь по комплектации поставляется наушники вот в такой плотной коробке внутри у нас стандартно для твс наушников кабель питания для кейса юсби на юсби тайп с кейс для зарядки сами наушники и комплект амбишур разных размеров отличает наушники schenheiser от многих других так это своим дизайном как самих наушников так и кейсов кейс данном случае выполнен у нас из тканиного материала материал стильный красивый но в практическом варианте я думаю что это не очень надежно со временем наверняка вот эти углы оботрутся но может быть я зря конечно наговариваю время покажет посмотри что случится с материалом через полгода но лично мне вот такой дизайн очень нравится он действительно уникальный большинство других производителей это просто пластик либо soft touch пластика стильной стороны кейса у нас здесь есть кнопка разъем юсби теопси для зарядки самого кейса и индикатор который показывает уровень заряда данного кейса а значит зеленый этого кисла заряжен полностью рыжие такие заряжены середину и если он горит красным значит кейс разряженный требует подзарядки сам кейс заряжается полностью за полтора часа есть функция быстрой зарядки то есть за 10 минут данный кейс заряжает наушники на полтора часа времени работы друзья данный кейс заряжает наушники на три полных заряда и получается что автономное время наушников составляет 28 часов это также неплохие показатели среди твс наушников внутри кейс у нас все стандартно значит посадочные места для наушников сами наушники материал на лицевой панели это пластик значит в светлой версии здесь у нас идет белый пластик в темной версии на здесь идет черный пластик наушники в кейсе сидят уверенно и случайно мы их не потеряем что практично с наушниками также идет комплект амбишор материал амбишов силиконовыми 4 размера то есть подойдут они практически под любое ухо сами наушники у нас изготовлен также из высококачественного пластика имеет они степень защиты от влаги ipx4 что означает они не боятся брызг и влаги ну давайте теперь перейдем к управлению этим наушниками значит управляются они достаточно просто вставляем наушники сначала правая потом левая вот для того чтобы их включить нам нужно удерживать на оба уха 3 секунды после чего они активируются и списке bluetooth устройств мы видим на данные наушники но если мы ранее их подключали то они автоматически спрягаются с телефоном и мы можем их использовать но для первого использования данных наушников нам сначала нужно установить приложение которое называется шенхайзер смарт-контрол и в меню приложения выбираем обновить прошивку данная процедура занимает где-то около часа также приложение есть футуристичный эквалайзер и благодаря данному эквалайзера мы можем настроить звучание данных наушников под любой вкус и под любые запросы помимо эквалайзера предложение есть и другие настройки такие как активный шумоподавление включения-выключения интеллектуальная пауза это когда мы наушники снимаем отрыв остается на паузу автоприем когда идет входящий звонок наушники сами поднимают трубку также еще одна функция которая мне понравилась приложение она позволяет настроить управление наушников под ваш вкус то есть если вам не удобно нажимать на play и паузу с правым может это сделать на левое ухо или например три раза то есть вы можете задать каждому наушнику любую функцию это очень удобно но по умолчанию управление наушников такое play пауза одно нажатие на левое ухо трек вперед два раза на левое ухо трек назад три раза нажимаем на левое ухо активация голосового помощника один раз на правое ухо режим прозрачности мы включаем нажатием два раза на правое ухо и режим активного шумоподавления мы нажимаем три раза на правое ухо и она активируется ну и соответственно увеличение или уменьшение громкости происходит удержанием либо на правое ухо, либо на левое ухо. На правое ухо громкость вверх, на левое ухо громкость вниз. Друзья, еще раз хочу отметить, что приложение у данных наушников позволяет нам настроить управление под ваш вкус, под того, как вы привыкли. К примеру, я режим прозрачности настроил на правое ухо нажатием один раз. Ну, мне так удобно. А вы можете настроить, как вам удобно. Это огромный-огромный плюс. Друзья, хочу отметить, что функция активного шумоподавления в данных наушников. Кстати, в первой версии функции активного шумоподавления не было. Здесь она появилась. Работает на 5 с плюсов. Посторонних звуков вообще не слышно. Ну, а как может быть по-другому в топовых ТВС наушниках? Я был сильно впечатлен от качества звука данных наушников. Ну, хочу сделать помарочку, только после того, когда я подобрал амбишуру под свое ухо. Детальное чистое звучание данные малышки зададут фору многим накладным наушникам. Бас такой, как он и должен быть. Высокие частоты не перегружены. Середина четкая. Да и благодаря данному аквалайзеру, который есть в приложении, мы можем настроить звук такой, как и нам нравится. Мое сугубо личное мнение, что это лучший звук наушников такого форм-фактора. Что в итоге мы имеем? Беспроводные наушники с отличной функцией шумоподавления, с хорошим звуком, с удобной посадкой. От этих наушников ты получаешь все, что ты ожидал от ТВС наушников в 2020 году. Ну и, конечно же, массу эмоций при прослушивании любимой либо новой музыки в данных наушниках. А мне кажется, что это самая главная задача от производителя наушников. Доставить настоящие эмоции к прослушиванию музыки. А на этом у меня все. Подписывайся на наш канал, поставь лайк этому видео, если оно тебе понравилось. Пиши свои вопросы в комментариях, мы обязательно ответим. Ну и до встречи на ютубе!